Как можно заработать благодаря Мелании Трамп? Что значит жить мечтой по-венесуэльски и где на планете находится кусочек Марса? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Худшим лыжником в мире назвали 22-летнего Адриана Солана из Венесуэлы. Всё из-за его выступления на чемпионате мира в Финляндии. Венесуэлец падал на ровном месте, неуклюже взбирался на гору, с дистанции сошёл, не одолев и 6 километров. Оказалось, он впервые катался по снегу. До этого тренировался на роликах. Несмотря на неудачу, Солана намерен бороться и дальше. Чтобы поддержать парня всего за два дня на благотворительном сервисе GoFundMe, для него собрали 3000 евро. А вот мэра Кишинёва Дарина Киртуаке назвали грязнулей года. Об этом на заседании муниципального совета объявили депутаты-оппозиционеры. Сомнительный титул тут же подкрепили кубком, который перед этим наполнили грязью. Дескать, горожане недовольны. За те 10 лет, которые Киртуаке руководит городом, Кишинёв буквально утопает в грязи. Чиновник оправдывается, в бюджете нет денег, а в администрации Кишинёва процветает коррупция. На Земле нашли аналог марсианской пустыни. По крайней мере, так утверждают чилийские учёные. По их мнению, климат Красной планеты наиболее схож с условиями жизни в пустыне Атакама на севере Чили. В самой сухой пустыне Земли дождей не было уже 400 лет. Недавно учёные обнаружили там бактерии, способные выживать без воды. В Чили уверены, их находка даст ключ к разгадке жизни на Марсе. Новые теории уже заинтересовались в НАСА и уже в следующем месяце отправят в Атакаму своих экспертов. Благодаря схожести с первой леди США, уроженка Израиля Мира Цур переживает новый взлёт в карьере. 45-летняя модель уже давно живёт в Майами. На её сходство с Миланией Трамп обратил внимание друг-фотограф. Добавил грима и сделал несколько снимков. С тех пор от различных агентств нет отбоя. За каждый выход в образе Милании модель получает гонорар 3000 долларов. Неудивительно, что теперь Мира Цур без ума от семьи нового президента. Что такое преследовать добычу, решили напомнить уссурийским тиграм китайские зоологи. Запустили в одном из зоопарков беспилотники. Ескать, тамошние хищники растолстели и разленились, ведь для того, чтобы получать еду, им не нужно больше напрягаться. Правда, в погоне за беспилотником один из тигров ухитрился всё-таки его поймать и собирался проглотить добычу вместе с сородичами. Но дрон стал сильно дымить, и хищникам пришлось ретироваться.